Жаклин Кеннеди родилась 28 июля 1929 года. Детство Жаклин и ее младшей сестры Кэролин прошло под скандалы родителей. Джанет Нортон Лес, совершив невероятное по тем временам, смогла развестись с их отцом, некогда состоятельным брокером и азартным игроком Джоном Бувье Аль-Яй-Яй, получившим за свои пьянки и загулы прозвище Джек Блэк. Грязное белье пары со взаимными оскорблениями и обвинениями оказалось на страницах газет, сделав семью предметом всеобщих пересудов. Второй брак матери с миллионером, наследником штандарт Уилхью Ачинкласом был удачным, в этом союзе родились еще двое детей. Жаклин с ранних лет привыкла жить в роскоши. Она была искусной наездницей, а также очень образованной юной леди. Бувье получила прекрасные манеры, отучившись в частной школе для девочек, разбиралась в предметах искусства и исторических ценностях и обладала изысканным вкусом. Высшее образование в области французской литературы и истории искусств девушка получала частично в Соединенных Штатах, частично во Франции. Красивые и роскошно одетые Жаклин и Кэролин Бувье блистали в самых высших кругах, комфортно чувствовали себя в свете и научились быть на первых ролях среди богатых, умных и знаменитых представителей общества. После окончания университета Бувье начала работать в медиасреде, была автором колонки и корреспондентом газеты, задавала неожиданные вопросы самым разным людям и делала их фотографии. Затем Жаклин приступила к изучению истории Америки в Вашингтоне, где на благотворительном вечере ее представили перспективному сенатору Джону Кеннеди, которого родные ласково называли Джеком. В молодости у Жаклин Бувье была бурная личная жизнь, в том числе серьезные романтические увлечения. Она даже была помолвлена с биржевым маклером Джоном Хустедом, но разорвала помолвку, увлекшись Джоном Кеннеди. Через год после знакомства Жаклин и Джон объявили о помолвке. Их семье одобрили союз, а политику для продолжения карьеры был нужен статус женатого человека. 12 сентября 1953 состоялась свадьба, на которую было приглашено 1500 гостей. Такое роскошное мероприятие стало частью политической кампании, клан Кеннеди представил высшему свету будущую первую леди. Джеки вышла замуж, будучи очень молодой, полной надежд на счастливое семейное будущее с влюбленным красавцем мужем и несколькими здоровыми детьми. Но в первый же год совместной жизни с Джоном ей пришлось справляться с нервными срывами, ведь жизнь в окружении родственников мужа и политических компаньонов давалась нелегко. Семья Кеннеди была амбициозной, в то же время среди родни супруга Жаклин было некомфортно, она оказалась более образованной, чуткой и воспитанной и обладала лучшими манерами, за что и получила у новой родни репутацию снова. Первая беременность Джеки в 1956 завершилась появлением мертворожденной девочки Арабеллы. Но уже в следующем году в семье появилась Кэролайн, а в 1960-м родился Джон Фиттжеральд. Четвертый ребенок пары Патрик Бувье умер через несколько дней после рождения в 1963 году. Муж из политика получился совсем не образцовый, он любил женщин и часто изменял жене. Ходили слухи, что среди побед президента были модели и актрисы. Самой знаменитой любовницей мужчины стала Мэрилин Монро, предполагаемый роман с которой оказался самым долгим и событийным. Существует теория, что Монро убита за связь с президентом, когда Джон решил завершить отношения, очень эмоциональное, непредсказуемое, а потому опасная Мэрилин начала угрожать раскрыть их тайну. Жаклин знала обо всем и терпела интрижки мужа, о разводе в семье политика не могло быть и речи. По мнению некоторых источников, Джеки также стала изменять Кеннеди, есть мнение, что неверный президент выплатил жене моральную компенсацию в один миллион долларов Джеки, блиставшая в молодости в высшем свете, недовольствовалась только ролью матери. Когда Джон стал баллотироваться в президенты, она сразу втянулась в роль первой леди. Хотя Кеннеди не могла участвовать в кампании из-за беременности, она поддерживала предвыборную гонку по мере своих сил. Например, вела авторскую колонку о буднях жены кандидата в местной периодике. Джон Кеннеди стал президентом и с головой окунулся в работу. Джеки не отставала, родив к тому времени двоих детей, она принялась выполнять обязанности супруги главы государства. В качестве первой леди Жаклин присвоила Белому дому статус музея и культурной ценности, провела ремонт здания и открыла его для каждого американца, засняв передачу-экскурсию. Смертельный выстрел в голову президента произошел во время подготовительных визитов в рамках зарождающейся предвыборной кампании на новый срок. Кеннеди с женой прибыли в Техас и ехали в кортеже в окружении охраны и многочисленной толпы. После серии выстрелов Джон с огнестрельной раной в голове упал на рядом сидящую Жаклин. В тот роковой день она была в любимом розовом костюме известной марки, который после стал легендарным. Красивая и утонченная женщина ехала в лимузине с умирающим мужем на коленях. Она старалась спасти Джона, остановить кровь, думала, что должна была прикрыть его своим телом, когда прогремел первый выстрел из нескольких, которые совершил преступник. Но было слишком поздно. Жаклин поехала с телом Кеннеди на вскрытие, а потом привезла его в Белый дом. Она более суток была на ногах, одетая в тот же розовый костюм, весь в следах крови. В нем же она наблюдала, как вице-президент давал присягу на Библии и занимал пост ее только что умершего мужа. Следующие три дня стали самыми тяжелыми в ее жизни. Жаклин проявила свои лучшие черты и неимоверную стойкость духа, распланировав самую пышную церемонию похорон, именно ту, которую заслуживал великий президент. Кеннеди была сосредоточена, занималась детьми, переездом из Белого дома, приветствовала нового президента и исполняла долг первой леди до самого конца. Ее сила духа заворожила весь мир, Жаклин стала образцом истинно волевой женщины. Через пять лет после того злополучного выстрела, который перевернул всю ее жизнь, Кеннеди вышла замуж во второй раз. Избранником женщины стал Аристотель Анасис, успешный бизнесмен из Греции. Познакомились они благодаря сестре Джеки, которая взяла ее с собой в круиз на яхте своего, как утверждают СМИ, любовника. Аристотель поддерживал вдову Кеннеди в трудный период, и между ними начались отношения. Свадьбу Жаклин откладывала, не желая портить президентскую компанию своего девери Роберта Кеннеди. Убийство Роберта подтолкнуло Джеки к браку с Анасисом, который мог гарантировать ей безопасность. Для самого миллиардера женитьба на вдове Кеннеди означала выход на американский рынок. Повторное замужество низвергло вдову президента Кеннеди с пьедестала национальной героиней-любимицы Америки, в глазах общественности она стала предательницей памяти погибшего политика, а в СМИ ее стали называть Джеки, а семейная жизнь разительно отличалась от сказки. Супруги по большей части жили раздельно, Жаклин – в США, а Аристотель – в Европе. Для обоих это был второй брак, и если мужчина легко нашел общий язык с детьми жены, то сын и дочь Анасиса обвиняли американку в меркантильности. Джеки тратила на одежду миллионы мужа, а тот возобновил отношения с давней любовницей Марией Каллас и подумывал о разводе. Бизнесмен не хотел платить отступные, поэтому даже пытался найти улики, которые бы говорили о неверности супруги, но таковых не было. Здоровье Анасиса подкосилось после гибели его первенца в автокатастрофе. После смерти мужа дважды вдова не получила ничего, большая часть капиталов досталась дочери Аристотеля от первого брака. Именно Кристина Анасис заплатила Жаклин 26 миллионов долларов отступных, чтобы прекратить судебные тяжбы за наследство. Внешний вид Жаклин производил впечатление продуманностью и шармом, а все слагаемые образы Джеки являются эталоном стиля и утонченности и много лет спустя после их создания. Она стала любимицей страны на посту первой леди США, которой занимала меньше всех в истории два года. Круглый ворот, удлиненные рукава, юбки миди и жемчужные украшения – вот главные элементы ее гардероба. Добавим сюда любимые шелковые шейные платки и длинные перчатки, придававшие аристократичность любому вечернему образу. Даже на современных показах воссоздаются и обыгрываются культовые образы Жаклин. В ее честь названы модели очков и сумка, которые актуальны до сих пор. Сама по себе Кеннеди была стройной, рост 170 сантиметров и вес 56 килограммов, и ухоженный. Ее неизменная прическа, пышная темная кара, стала ее визиткой. Образ иконы стиля создавала команда специалистов, годами гардероб женщине подбирал известный модельер. Фото, которое было сделано во время встречи Читы Кеннеди и Никиты Хрущева с супругой Ниной, мгновенно облетела весь мир в 1961 году. На нем рядом запечатлены две совершенно разные женщины, Нина Хрущева в свободном цветастом платье, без укладки и макияжа, и Джеки при полном параде. Разница была столь наглядной, что этот снимок еще долго использовали в различных целях, но чаще для того, чтобы возвысить США и подчеркнуть различия между Америкой и СССР. На инаугурации Дональда Трампа весь мир обратил внимание на забавную вещь, наряды, в которых появлялась перед журналистами и мировой общественностью его супруга Мелания Трамп в тот день, были похожи на знаменитое платье Джеки. Образ Мелании действительно достаточно часто стилизован под Жаклин, общность между женщинами неоднократно подчеркивал и сам 45-й президент США. Наряды Кеннеди способны составить отдельную музейную экспозицию, многие из них создавались исключительно для Жаклин. Для модных домов было величайшей честью шить платье для первой леди страны. Жена убитого президента США Авраама Линкольна последние годы жизни прожила в нищете. Эта мысль не давала покоя Жаклин после смерти мужа, ведь у нее остались двое детей. Вдова поселилась в уединенном поместье, которое помог купить брат Джона Роберт Кеннеди. Она надела траур, перестала выходить в свет и месяцами пыталась справиться с болью утраты и найти смысл в происходящем. После смерти мужа Жаклин всего трижды общались с прессой на тему первого брака. Аудиозапись беседы вдова попросила засекретить и обнародовать через 50 лет после смерти. Конечно, Мир услышал это интервью намного раньше, после смерти матери дочь Читы и Кеннеди решила опубликовать запись. Джеки не раскрывала детали убийства, как хотели бы многие, но с любовью отзывалась о Джоне, семейных качествах мужа и невероятной заботе о детях. Отношения пары были своеобразными, но супруги любили друг друга и поддерживали в трудные минуты. Жаклин переехала из Вашингтона в Нью-Йорк, работала в сфере общественных отношений и инициатив, очень много сил и внимания уделяла наследию первого мужа, участвуя в открытии библиотеки его имени. В зрелом возрасте Жаклин стала образцовой мамой и бабушкой, много времени уделяла сыну и дочери, а также троим внукам. Она продолжила работу в медиа, стала работать в качестве редактора в периодическом издании. Также Джеки вновь взялась за любимое дело по сохранению памятников и построек, представляющих культурную ценность. Стараниями Кеннеди спасены многие культовые здания Нью-Йорка. Кеннеди скончалась 19 мая 1994 года, в возрасте 64 лет Жаклин умерла во сне. В старости у нее появилась серьезная болезнь, лимфома, которая и стала причиной смерти. Похороны героини своего поколения в США состоялись на Арлингтонском национальном кладбище рядом с могилами ее первого мужа и детей.